Коллеги, добрый день. Меня зовут Мария Нинашева. Я консультант-аналитик 1С, эксперт в области документа оборота, электронного документа оборота и электронной цифровой подписи. Сегодня мы с будем рассматривать согласование документа в программе документа оборота 2.1 на примере согласования договора. То есть мы возьмем пример договора и пройдемся по циклу согласования. Начнем мы с того, что мы рассмотрим в принципе, что такое программа документа оборота, какой функционал она включает, как выглядит интерфейс. Далее мы рассмотрим те понятия, которые нам необходимы будут для правильного понимания процесса согласования договора. То есть что у нас используется, какие настройки влияют на процесс согласования договора. И уже далее видим весь процесс согласования и его результат. Запись, вижу вот вопрос в чате. Да, запись у нас будет. В течение недели мы ее на сайте выложим по поводу вопросов в течение вебинара. В течение вебинара мы пойдем с вами по плану. Вы можете писать в чат ваши вопросы, задавать вопросы. И мы их рассмотрим уже по завершению основной части вебинара. Если вдруг мы что-то не успеем рассмотреть, то мы обязательно дадим ответы, разборы на эти вопросы. Либо уже отдельно свяжемся после вебинара, либо какую-то дополнительную информацию дадим. То есть ответы на вопросы в любом случае будут, если даже мы их не успеем на вебинаре разобрать. По таймингу у нас есть один час времени. Ориентируемся на это время. Так. Ну, я думаю, что мы можем начинать. Я отключу видео, чтобы у нас звук... Я думаю, что все меня увидели. Я отключу видео, чтобы лучше было соединение и не отвлекать вас с изображением своим. Так. За чатом я буду периодически следить, но не факт, что прям оперативно буду отвечать на вопросы в чате. Постараюсь. Итак, сегодня мы будем рассматривать документы оборот 2.1. Смотреть мы будем демоверсию программы, поэтому прошу относиться с пониманием к переключению из пользователя к пользователю при демонстрации программы. Программа вебинара у нас следующая. То есть у нас будет общий обзор возможностей документа оборотов. Далее мы рассмотрим виды документов, настройка вида документа, настройка шаблона процесса, понятия комплексного процесса и посмотрим сам процесс согласования документа. Для того, чтобы вживую увидеть, как это выглядит в программе, я сейчас включу демонстрацию самой программы. 1С документа оборот. Так, участники у нас подключаются еще. Подскажите, сейчас видно демонстрацию программного продукта? Все, вижу плюсики, да. Значит, видно. Сейчас я зашла под пользователем директора и мы видим тот интерфейс, который видит у себя директор при входе в программу. Перед нами рабочий стол директора. Руководителем. Особенность программы документа оборотов в том, что интерфейс рабочего стола, вот так называемый, то, что мы видим перед собой, он зависит от роли пользователя. То есть здесь находятся те виджеты, которые используют чаще всего именно этот пользователь, в который мы заходим. Причем эти виджеты, они настраиваемые. Мы можем переместить виджеты, мы можем добавить то, что нам нужно, убрать те виджеты, которые нам неинтересны. В правой части внизу мы можем настроить автообновление той информации, которая у нас поступает в блоке виджетов. То есть, ну, например, блок задачи мне, он обновляется по правилам, которые настроены в автообновлении. То есть мы можем настроить, допустим, что раз в три минуты нам нужно обновлять эту информацию. В то же время мы можем обновить вручную. Вот мы видим кнопочку обновить. И все данные, которые у нас помещены на рабочем столе, они обновляются. Это основная информация, которую видит пользователь. Далее, что важно еще в функционале. Здесь у нас находится раздел, меню разделов самого программного продукта. И здесь уже пользователь работает с основным функционалом, что у нас здесь есть. Кратко пройдемся по всем блокам и потом приступим уже к тому, что у нас сегодня основное. Раздел главный. Здесь основные задачи и документы мероприятия, процессы, с которыми работает пользователь, и основные действия, которые он может осуществить, которые он осуществляет. Наполнение всех разделов, оно зависит от настроек и прав доступа. То есть, если пользователю какие-то функции недоступны, соответственно, в разделах он их не увидит. Далее, документы и файлы. Это тот блок, на который мы сегодня обратим максимальное внимание. Здесь находятся наши документы. Документы в программе документы оборот 2.1 делятся на документы внутренние, входящие и исходящие документы. Все договора, они у нас относятся к внутренним документам. Вот сегодня мы как раз будем рассматривать на примере согласования внутреннего документа процесса. Здесь же мы можем сразу производить действия с документами, то есть создавать процессы, письмо, документы. Так, у нас кто-то из пользователей какие-то действия делает. Коллеги, у кого-то звук включен, пожалуйста, отключайте звук на своих устройствах, чтобы не мешать коллегам. Далее. Раздел «Совместная работа». Это раздел, который отвечает за взаимодействие, то есть это процессы, задачи, в которых участвуют также и другие пользователи. Помимо нас. Вот. Опять же, в зависимости от прав и настройка, здесь могут либо появляться, либо отсюда исключаться функции, которые доступны, либо недоступны. Учет рабочего времени. Это все, что касается планирования, это отчеты, продозатраты, виды работ. Если с этим функционалом работает пользователь программа. Драмативно-справочная информация. Это то, что мы как раз-таки потом будем использовать. Сегодня мы будем рассматривать подробно виды документов, создание видов документов. В этом разделе создается все виды объектов, категории, классификаторы. И сервис располагается в этом блоке. Далее у нас большой блок управления процессами, где функционал связан с процессами. И, собственно, настройки, которые уже либо пользователь, либо технический специалист может осуществлять настройки. Так, для того, чтобы полно видеть функционал программы, я переключусь на пользователя-администратор, с ролью администратора, чтобы мы уже полноценно могли весь функционал видеть. Сейчас видно мой экран? Скажите, что видно, что отображается? Ничего. Сейчас, секундочку. Вот так должна запуститься демонстрация презентации. Пока я переключаюсь на вид документа. Сейчас мы рассмотрим функционал, как у нас настраивается вид документа под администратором. Вид документа, пока у меня загружается программа, расскажу, что такое вид документа и зачем он, собственно, нам нужен. При работе с документами нам в первую очередь нужно понимать, что за документ, с которым мы работаем. То есть это входящий, это исходящий. От этого будет зависеть тот шаблон процесса, по которому мы с вами пойдем при работе с этим документом. Поэтому первое, откуда идет вся наша работа с документом, это определение вида. И если этого вида у нас еще нет, то мы его должны создать, собственно, и сделать все настройки. Так, вот сейчас должна, должен отобразиться экран, документ оборот. Так, пользователей у нас много сейчас. Да, я вижу пожелание отключить микрофон пользователя, постараюсь это сделать, потому что у нас пользователей много. Я не могу всех отследить. Вот микрофончик, я у него не вижу даже. Так, хорошо, продолжим. Сейчас у нас открыт пользователь администратор. Здесь нам доступны все функции, то есть права у нас все открыты. И мы рассмотрим тот процесс, который у нас, ну вот прям на примере рассмотрим вида документа. Сегодня мы будем смотреть на примере договора аренды оборудования. Вот таким образом у нас выглядит карточка вида внутреннего документа. Что у нас здесь есть, какая информация важная, которая нам понадобится потом для понимания процесса, который у нас будет идти. Здесь у нас есть основные настройки, то есть при помощи галочек, вот здесь мы отметили, что данный вид документ является договором. И у нас автоматически отметились ряд настроек важных, которые обязательно при виде документа договор. То есть использовать описание должностным лицом, учитывать сроки действия, сумму документа. И остальные галочки, они уже используются при необходимости. То есть пользователь, который настраивает данный вид документа, он сам отмечает. В дальнейшем эти настройки будут влиять на сам процесс действия с этим видом внутреннего документа, когда мы его будем уже отправлять по шаблонам процесса. Далее. Здесь задается нумерация документа, то есть мы можем задать ту нумерацию, которая нам необходима. Она находится у нас во вкладке нумерация. И этапы здесь вот прописываются во вкладке этапа. Далее. Указаны у нас те действия, которые мы можем с шаблонами выполнять. То есть мы можем указать, что запрещать удалять файлы, запрещать изменять реквизиты из шаблона, либо не запрещать. Вот запрещать редактирование файла у нас сейчас не указано. То есть файл мы сможем редактировать. И самое главное, что у нас сегодня, что мы будем рассматривать, это шаблоны процесса. Шаблон процесса в данном виде документа у нас сейчас добавлен один. То есть к каждому виду документа мы можем настраивать, создавать несколько шаблонов процессов и их в дальнейшем использовать. То есть если у нас вид документа договора, аренды, у нас может быть в зависимости от разных условий существовать несколько шаблонов. И когда мы приходим к моменту, когда нам нужно запускать на согласование, мы выбираем тот шаблон, который нужно. В данном случае у нас шаблон только один, и мы будем рассматривать его подробно. Откроем шаблон процесса. Вот в данном случае у нас карточка настройки шаблона процесса. Что у нас настраивается здесь? Мы можем настроить запуск процесса при закрытии карточки, либо при регистрации внутреннего документа, либо запускать процесс вручную. То есть в данном случае мы галочку не проставляем, и у нас запуск самого процесса будет происходить по кнопке, и это я продемонстрирую. И рассмотрим сам шаблон собственного процесса. Что у нас указано здесь? И какие возможности у нас есть? В самом шаблоне согласования у нас есть настройки, предметы, проверка и информация о самом шаблоне. То есть здесь мы указываем наименование. Входит в группу. То есть мы можем включать шаблоны в группу. Ответственный, но в данном случае администратор. Прописывать комментарии и создавать рабочую группу. Если у нас здесь рабочая группа не указана, то данный шаблон будет доступен всем пользователям. Если мы прописываем рабочую группу, добавляем ее сюда, то данный шаблон будет доступен только участникам рабочей группы. Далее внизу мы можем видеть в нижней части окна. Мы видим, сколько процессов запущено по данному шаблону. Мы видим, каким видом, ну, скольким видом документов можем развернуть назначен данный шаблон. Вот я продемонстрировала, каким образом это можно посмотреть. И видим правила эскалации для шаблона, если они настроены, если они есть. Далее переходим, на мой взгляд, к самой важной, к самой интересной вкладке данной карточки. Это настройка процесса. Здесь мы видим именно функционал, который можно осуществить, настроить для процесса. И рассмотрим его на примере того, что у нас есть. То есть... Я временно свернула чат, потому что он у меня закрывает окно, поэтому, если вдруг кому-то не отвечу, то прочитаю позже. В данном случае мы подбираем пользователей, которые будут участвовать в процессе согласования. В данном случае у нас идут три пользователя. Смирнов, Мишин и Федоров. Существует настройка, которая показывает, в каком порядке данные сотрудники, данные пользователя должны согласовывать. Ну, каким образом, в каком порядке будет идти процесс согласования. Можно назначить всем сразу. То есть задача придет сразу всем пользователям, и каждый из них будет согласовывать, независимо от того, согласован ли документ предыдущим пользователям. Можно настроить по очереди. То есть, допустим, если мы устанавливаем по очереди, то Мишин не получит задачу на согласование, пока не согласует предыдущий пользователь, то есть Смирнов. То есть можно смешанно, то есть два сотрудника, допустим, одномоментно получат задачу, и только после их согласования, допустим, согласует Смирнов и Мишин, а уже когда они согласуют задачу, поступит директору организации, руководителя организации, и он сможет согласовать документ. Далее мы видим, что у нас здесь как раз таки есть условия, прописанное условие. Сейчас посмотрим, что это за сущность такая условия. Допустим, у вас руководитель службы безопасности должен подтверждать только договоры, которые более определенной суммы. Вот как раз таки мы видим это условие. В документе указана большая сумма. Мы можем развернуть и посмотреть, что же под этим имеется в виду. Так как взаиморасчеты могут происходить в разной валюте. Здесь мы видим три условия. В зависимости от валюты у нас прописаны суммы. То есть, когда мы будем указывать в договоре эту сумму, если она будет меньше данной суммы, то данный сотрудник не будет участвовать в процессе согласования задачи, ему не придет. Далее у нас есть установка важности настройка. Далее есть... Вот тут обращу ваше внимание, что у нас есть вот этот вот срок. Так, скажите, а мышку мою видно? Угу, хорошо. Нет, документ оборот не из облака грузится. Увидел ваш вопрос. Это демо-версия, установленная локально. Здесь вот этот вот срок, это срок обработки, который дается пользователю. для обработки данной задачи. И у нас есть отдельный срок. Это срок обработки результата. Это тот человек, который уже после согласования, тот сотрудник, который после согласования уже обрабатывает данный документ. То есть, это отдельное понятие, отдельная сущность. Можно устанавливать... Вот срок у нас в данном случае 4 дня контроля процесса, указывать трудозатраты и настраивать отложенный старт. Также есть возможность использовать, подписывать электронной подписью при согласовании. Это отдельный функционал, его также можно использовать. Далее, предмет процесса при необходимости указываем и проверка согласования. То есть, это вот какое-то условие. В данном случае у нас проверяется наличие суммы в договоре аренды. То есть, если сумма не указана, то у нас процесс далее, он не пойдет по своему маршруту. В данном случае у нас указано такое условие. Пользователи у нас подключаются. Так, шаблон мы рассмотрели. Также хотелось бы посмотреть на, в принципе, какие есть шаблоны, потому что сейчас мы рассмотрели именно шаблон. Видите, как мы прошли по цепочке от вида документа и до шаблона согласования. Сами же шаблоны у нас находятся в вкладке управления процессами. То есть, если мы хотим увидеть все шаблоны, которые у нас существуют, созданные, находится это во вкладке управления процессами. Пункт шаблоны процессов. Здесь мы видим доступные нам виды шаблонов процессов. То есть, сегодня мы будем рассматривать шаблон согласования. Это один из видов процессов. Есть также исполнение, ознакомление, поручение, регистрация. У каждого из процессов свое назначение. Также существует необходимость у организации создавать такой процесс, который содержит в себе несколько пунктов. То есть, исполнение, ознакомление, поручение. Вот специально для этой цели создан комплексный процесс. То есть, он включает в себя более простые процессы. Вот мы можем сейчас посмотреть на примере коррупционного контроля договора. У нас здесь представлена демо-база. И здесь вот он уже заведен. То есть, здесь, видите, есть поручение, согласование и ознакомление. То есть, это такой комплексный сборный процесс из более простых процессов. Так, ну и перейдем к самому собственно процессу согласования договора. Работа с документами осуществляется из пункта меню документы и файлы. Договор у нас является документом внутренним и создается он из папок внутренних документов. Все документы у нас находятся в папках. То есть, можно создавать папки, подпапки для того, чтобы было удобнее пользоваться. Причем видимость документов, папок настраивается в настройках для того, чтобы пользователям не приходилось видеть лишнюю информацию. Первое, это, конечно, упрощает работу пользователя, потому что он не видит лишние документы и не тратит это время на поиск документов лишних. И также, конечно, это вопрос безопасности. Для многих организаций это актуально. Вот. В данный момент мы находимся под пользователем администратора, у нас все права, мы видим все документы, все папки. Один из способов создания документа это по кнопке создать, то есть, мы отметили папочку, которая нас интересует и создаем договор. Так. Да, программа у нас сегодня не очень быстро запускается, но в любом случае, если будет подтормаживать, у нас есть презентация, на которой я смогу объяснить запасной вариант. Вот так как мы сразу там выбрали пункт вид документа, выбрали договор о ренде оборудования, он у нас здесь сразу автоматически подтянулся, назовем его договор аренды, может, отметим, чтобы он выделялся. Демо. Регистер. Указываем стороны договора. У нас было с вами условие, что обязательно указывать сумму договора, поэтому нельзя это условие забывать. иначе у нас не пройдет согласование договора далее под цепочки. Указывается срок действия договора. И здесь же мы можем указать продление договора, то есть есть возможность указать автоправление договора. Если у нас какие-то из обязательных полей будут не запомнены, программа нам это подскажет. Произведем запись договора. договор у нас записался. Значит, все необходимые поля мы заполнили. Далее, как вы помните, мы настраивали данный вид документа таким образом, что на согласование он у нас автоматически ни при записи, ни при закрытии не отправляется, поэтому для того, чтобы отправить его на согласование, нам нужно его отправить принудительно. То есть нажать соответствующую, дать соответствующую команду документу. Вот база у меня подвисла, как ни странно. у нас есть запасной вариант, поэтому попробую запустить презентацию. коллеги, сейчас видно мой экран? Демонстрацию. Отлично. так. Секунду. Так, техническая накладочка у нас прям секунду, сейчас постараюсь восстановить. все-таки реанимировалась у меня сама программа. Сейчас видно, я думаю, да, саму программу. Все-таки здесь будет функциональнее и правильнее показывать. Вижу, что видно. Далее отправляем на согласование мы по кнопке отправить и нажимаем кнопку согласования. Здесь вот мы видим как раз-таки помните вот те шаблончики, которые у нас доступны для вида документа. То есть мы там, я обращала ваше внимание, что у нас есть возможность добавить шаблоны и один единственный шаблон, который для данного вида документа был доступен, это согласование договора аренды оборудования. Вот здесь он у нас и подтягивается. То есть мы можем создать новый шаблон, либо использовать тот, который у нас есть. Что мы здесь еще видим? Мы видим сразу описание, то есть что у нас три сотрудника, которые будут согласовывать, важность и порядок согласования, то есть то описание, которое мы собственно и приводили при настройке рассматривать. Вот у нас открывается окно самого процесса согласования. Что мы видим? Мы видим, что согласовать у нас должны не три сотрудника, как мы видели в шаблоне, а два. и здесь выдаются именно два сотрудника, потому что третий сотрудник у нас не проходит по условию. То есть Мишин у нас, как мы с вами определили и обратили на это внимание, Мишин согласовывает только если сумма договора более 100 тысяч рублей. В данном случае у нас 100 тысяч рублей ровно и Мишин не попадает под условия, он на данный договор согласовывать не будет. Здесь же мы видим срок по сотрудникам, что направляется всем сразу и можем стартовать процесс. Так мы и поступим. То есть мы стартовали процесс. Где же теперь увидеть, на каком этапе у нас процесс и что с ним происходит. Видим мы текущие процессы и все вообще в принципе процессы по документу во вкладке процессы и задачи. Что здесь у нас есть? У нас здесь есть задачи в работе, то есть те, которые сейчас должны быть исполнены пользователями. Вот эти задачи сейчас попадают как раз таки на рабочий стол, который мы рассматривали, рабочий стол руководителя, мои задачи. Вот эта задача попадет сейчас туда. В целях экономии времени я не буду открывать этого пользователя, потому что база подвисает. Как раз в этот момент, когда мы стартуем процесс, задачи попадают во вкладку моей задачи в меню либо сразу на рабочий стол. Далее посмотрим, как выглядит карточка согласования самого, сама карточка согласования, где пользователи осуществляют действия. При открытии карточки согласования пользователь видит всю информацию по документу, который он согласовывает. Также он может перейти по ссылке, то есть допустим, он хочет посмотреть внимательную карточку партнера, с которым заключается данный договор. договор, то есть эти данные они прикабельные. Также он может посмотреть вложенные документы. Данный шаблон договор аренды оборудования, это который у нас подвязан в программе и также сюда можно крепить скан документа, можно установить условия, что без скана документа не может быть загружен дальше договор, не может процесс дальше идти. в данном случае у нас подбружен только шаблон документа и пользователь его видит, может развернуть и изучить, посмотреть. Далее пользователь может открыть историю согласования, то есть посмотреть, что цикл один у нас идет, то есть первый раз согласуется и еще пока никто из других пользователей никакой результат не вынес, то есть он является первым сотрудником, кто согласовывает данный документ. Далее он должен принять решение согласованно, согласованно с замечаниями либо не согласованно. Для программы, для самого процесса согласования кнопка согласованно и согласованно с замечаниями они не отличаются, то есть и та, и та кнопка будет означать, что процесс перейдет на следующую свою стадию. Лишь кнопка не согласованно не пустит к переходу на следующую стадию. Если мы согласовываем с замечанием, либо не согласовываем, то здесь нужно обязательно указать комментарий. Ну, допустим, нас не устраивает цена. И отправляем согласованно с замечаниями. Что мы видим? Вот закрылась у нас карточка согласования пользователя и открывается у нас далее процессы и задачи. То есть здесь мы видим все результаты согласования. Мы видим желтую отметку. Она означает, что документ был согласован, но был согласован с замечаниями. То есть на свою следующую стадию он в любом случае пройдет. Вот далее видите, что у нас задача ушла от Смирнова. То есть Смирнов согласовал, у него и задача ушла. Переходим к директору. Директор посмотрел, допустим, посмотрел ход согласования. Увидел, что Смирнова не устраивает цена. И сказал, не согласован. Вот мы сейчас видим, что программа обязательно просит ввести комментарий, почему не согласована. Ну, допустим, директор ищет пересмотреть цену. Проверить, допустим, нужно. Далее у нас падает задача администратору ознакомиться с результатом. Мы сейчас как администратор примем решение, что мы отправляем на повторное согласование. И у нас задача повторно падает опять же в процессах и задачах. на согласование. Допустим, в этот раз мы провели совещание или запросили там объяснение и приняли, что все-таки цена нас устраивает. Есть основания для согласования данной цены. и мы согласовываем данный договор. Администратор у нас опять же падает задача ознакомиться с результатом согласования. и мы отмечаем, что мы ознакомились с результатом согласования. Задачи у нас все ушли из задачи в работе и во всех процессах и задачах мы видим полное описание, то есть мы видим все этапы процессов, кто когда согласовывал. пиктограммами у нас отмечено, все договор у нас согласован, полный цикл согласования пройден. И мы можем перейти во вкладку основное. Данный процесс, еще раз обозначу, мы смотрели пример. Пример максимально упрощенный, наглядный. И пример именно одного вида, одного шаблона процесса, то есть это не комплексный процесс. Можно составные комплексные процессы создавать, которых можно, как я слышала в презентации, тоже в 1С приводили пример, как на ниточку бусинки нанизывать вот эти процессы, и можно, насколько хочется, настолько сложные эти процессы, комплексные им делать. Вот поэтому возможности программы, они обширные, их можно использовать для своих целей. Ну и сегодня вот целью мы своей достигли, рассмотрели процесс согласования. Я перейду сейчас, остановлю демонстрацию программы и перейду сейчас на демонстрацию нашей презентации с контактами нашей компании. И у нас с вами, мы прям как в аптеке сегодня уложились по времени, у нас остается 15 минут на разбор различных вопросов ваших. Сейчас попробую посмотреть чат. Так, если порядок настроен не всем сразу, документ пойдет дальше при наличии условия. Вот в какой момент программа столкнется с условием, вот если именно на определенном сотруднике установлено условие, то вот именно там оно и будет работать. То есть если есть условие, оно не выполнено, и процесс далее не пойдет. Так, это вопрос от Вадима был. Нет, не от Вадима, от Екатерины. Просматриваю вопросы в чате, и вот может быть долго листаю, ага, вот вижу новое сообщение. Да, очень вижу, Ильдар задал вопрос про электронную цифровую подпись, это действительно важный вопрос, потому что как раз-таки документы оборот его используют при, все чаще используют при работе в том числе и с электронным документом оборотом. В программе 1С документ оборот можно использовать все виды электронно-цифровых подписей, то есть простую электронно-цифровую подпись, квалифицированную, неквалифицированную, как для согласования внутри компании документов, так и для обмена с контрагентами, в том числе можно использовать электронно-цифровую подпись. При внедрении чистой программы документа оборот, какие необходимо минимально заполнить МСИ для запуска согласования документов. Но вот какими у вас настройками, что у вас ограничено, то есть какие минимально необходимые данные заполнить в карточке документа для запуска процесса согласования, то минимально и необходимо заполнить. То есть нужно смотреть на ваши процессы, на ваши ограничения внутри организации. Допустим, без заполнения сторон договора вы точно не заполните, какие еще данные именно для вашей организации необходимы, какие вы настроите. Если есть желание, мы можем проанализировать ваши процессы и уже однозначно ответить. Коллеги, может, еще какие-то вопросы? Может, есть пожелания, какие темы еще можем рассмотреть, пока у нас время еще есть 10 минуточек, мы можем с вами об этом поговорить. То есть мы планируем серию вебинаров на тему документа оборота, электронного документа оборота, может быть, не совсем темы данного вебинара, но вы можете их задать, и мы можем запланировать, допустим, следующий вебинар. Вот в чате вижу спасибо, спасибо. Вопросов пока больше не вижу, коллеги. В любом случае, интеграция с ERP. С ERP документа оборота интегрируется бесшовно. Вообще, с рядом программ основных 1С, 1С документа оборота интегрируется бесшовно. То есть это как раз-таки один из основных пунктов, по которому сейчас больше и больше организаций переходит, внедряет 1С документа оборот, потому что все перешли на удаленку с документами, работы много, все автоматизировано. И есть вот как раз-таки вот этот механизм бесшовной интеграции, он максимально комфортный для пользователя. Пользователь не ощущает, что он работает в нескольких системах. То есть когда ему нужно, он обращается к нужным документам и получает их документы для него доступны. Вот опять же, если необходимо рассмотреть подробно на ваших процессах, мы будем рады это сделать. По статьям ДДС это нужно смотреть, нужно прям четко смотреть, что вам нужно. Вопрос он такой углубленный, прям сейчас я вам прям, наверное, не отвечу. Так, вижу, да, вопрос. Так, сейчас по порядку. Версии документа оборот 3.0 есть, отличия, согласование, да, там ряд отличий, там вообще есть уникальная функциональность и по редактированию документов, то есть можно одновременно редактировать, указывать комментарии в документе, продукты еще, как бы он не так сильно запущен в массе, это я вот про документы оборот 3.0 сейчас говорю. Там есть много интересных функциональностей, рассмотрим как раз-таки возможность, может быть, проведем вебинар на эту тему. Вот прям готовую тему вы нам дали, это согласование договоров в документ оборот 3.0. Вот нашим организаторам тогда сообщу и возможно как раз-таки рассмотрим, следите за нашими анонсами наших вебинаров. Так, мне кажется, у нас даже есть где-то такой вебинар, то есть сотрудников уже проводила, специалистов. Так, Вадим, вопрос, показать бесшовность можно. Мы этот вопрос рассмотрим как тоже рекомендацию на будущие наши вебинары. Я не совсем поняла вопрос или предложение, но попробуем запланировать вебинар на эту тему, именно по интеграциям, чтобы продемонстрировать бесшовность. Так, коллеги, еще вопросы? Наши контакты на слайде указаны, вы можете задавать нам вопросы. Мы можем провести демонстрацию, провести опрос по вашим бизнес-процессам, сделать на какие-то вопросы сразу ответим. Где-то, да. Так что ожидаем ваших вопросов по контактам, анонсы наших будущих вебинаров просматривайте, следите. Все ваши рекомендации учтем. Презентация, я думаю, да, что будет размещена. Вот тут, я думаю, что со всеми участниками вебинара наши коллеги свяжутся. Вот насчет презентации, честно говоря, не знаю, что видеозапись будет размещена. Я благодарю вас за активность, за большое количество вопросов. Обязательно учтем на будущих вебинарах ваши пожелания. Ну и хорошего дня. Нашу мужскую половину поздравляю с 23 февраля, с наступающим. Будьте нашими защитниками, сильными, счастливыми и мира, конечно, над нашей головой. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.